джентль 2 версия 2 да ладно забейте так сейчас я вспомню про чего вообще рассказать хотел наверно про конвейеры правильно вот то есть как значит так полтора года назад я уже рассказывал про них вот тогда они только появились вот и на самом деле там было много неудобных вещей таких как структуру вот это вот пайплайна структуру пайплайна приходилось писать на может на чистом груве то есть со всякими try catch там я не знаю if the nails и так далее от тебя я не ожидал вот ладно то есть если у вас какой-то шаг в конвейере падал и дженнис тогда молниеносно выходил из этого пайплайна и тогда важные вещи такие как и не знаю нотификации или я про это сказал только что нотификации и я не знаю там что еще может быть опубликование этих результатов тестов и так далее то есть они оставлялись невыполнены то есть для этого нужно было заворачивать их все в try finally и так далее то есть опять же а также тогда в то время очень малое количество плагинов поддерживали вот этот вот новый пайплайн вот и то есть если вы их используете то перейти на конвейер можно было как бы очень проблематично то есть вы теряли функционале на самом деле сейчас на самом конвейеры стали удобнее вот новый синтаксис декларативный то есть на самом деле он теперь есть какая-то определенная структура вот этого самого файла и на самом деле он практически повторяет всем любимый известный вот этот вот фристайл прожект покажу его то есть там есть на самом деле как секция вот просто опций потом секция билд триггеров секция инваромента а также самих билд степов и пост билдов то есть один практически в один повторяется вот фристайл джоб и в то же время там можно вот эти вот внутри стадии можно описать мы можно описать несколько стадий внутри проекта соответственно у вас получится несколько таких фристайл джобов друг за другом ну то есть то что доктор прописал больше плагина стала поддерживать конвейеры и на самом деле сейчас мы их можно посмотреть наверное где-то там был огромный такой список а где вот сейчас я я тут хитрый я знаю вот они ой это мы закроем вот ладно вот так вот то есть и можно проматывать вниз 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 еще вниз и вот так вот это пища он же жму это я не по строчке вот их очень много теперь что очень хорошо вот и и на самом деле если вам все-таки что то как бы придется сделать хардкорная такой вот вот с blackjack'ом то там можно извратиться ладно шучку можно не извращаться но они он тоже поддерживает вот этот вот старый скрипт синтаксис то есть вы можете там писать на чистом груве если вам это очень очень нужно и так как я уже говорил да тут у нас тут у нас есть проект который представляет собой вот этот сам прототип кукбука и там уже есть дженкинс файл как это ни странно вот давайте пройдемся по нему то есть он написан уже в декларативном виде то есть как я уже рассказывал говорил здесь есть несколько секций опции триггеры environment agent это как бы показывает где мы будем где мы хотим его билдить стадии стадии как раз говорят какие вот билд степы разные там например check out там style check unit тесты там отдельной стадии там integration тесты и так далее и пост но это это пост билд то есть те шаги которые выполняются после того как выполнены все стадии то есть в данном случае мы вот ставим time stamp чтобы были в логах у удаляем все все билды кроме последних 10 вот эта вот вещь кит хап уж это очень важная вещь для пайплайна то есть если вы хотите чтобы у вас вот то что мы там вот в гитхаб настраивали чтобы вот этот чтобы вот этот джоб знал что нужно слушать гит хап вот тут нужно даза и добавить такой триггер нет нет если если в этом джобе нет гит хап уж триггера значит что когда гит хап делает нотификацию этот этот джоб не не будет как бы не получит эту нотификацию получат получает нафиг нотификацию до котет жобу которых есть вот так этот триггер мнение статуса вообще не будет статуса не будет тут кровь вот когда ты ставишь от гит хап notified, а вот у тебя получается первый статус. То есть если ты это делаешь внутри джоба, то есть до того, как еще current build result за сеттинг, то он как раз у тебя будет пендинг, там желтенький кружочек. Так, проехали, да? То есть если у вас, например, вот гитхаб не дает нотификацию, то можно это сделать с помощью пол-СЛМ триггерить и так далее. То есть environment дает возможность сеттить переменное окружение. Здесь можно использовать креды. Соответственно, если у нас есть credential диктитап аппи, то результаты, тот сам секрет будет внутри вот этой вот самой переменной секрет. То есть, ну или здесь можно просто давать какие-то значения переменным. Agent показывает, на каком ноде, на каком компьютере мы хотим это билдить, на каком слейве. То есть в данном случае там было any, что есть на любом. Ну у нас только мастер, поэтому нам как бы все равно. Но также можно выбирать конкретный нод или, что это? Или давать, ну то есть давать ему какой-то нод с каким-то лейблом. То есть конкретный там лейбл, например. Если вот на нодах с лейблом докер, на любом ноде с лейблом докер. Также он может поддерживать билды в докере. Но так как докер нужно где-то запускать, то есть у докера тоже должен быть параметр лейбл. И это будет, соответственно, лейбл нода, на котором запустить докер. То есть это какой-то слейв, у которого есть лейбл докер, в котором он, соответственно, запустит докер. У докера имидж докера будет какой-нибудь, например, в Ruby 2.3. И, соответственно, этому докеру можно передать какие-нибудь параметры. Например, ну как в командной строке они передаются. То есть, например, можем поставить home в tmp засунуть. Если вдруг захотелось. Он тогда просто билд внутри докера запустит. Он тогда запустит, вот, значит, тогда весь этот пайплайн, да, так как этот агент, да, он находится внутри пайплайна, он действует на все стадии. Он, это значит, что он запустит докер на ноде с лейблом докер. И тогда все стадии будут бежать внутри этого докер-контейнера. А как в этом данном партнере пайплайне билдить на разных агентах? Можно билдить. Правильно. Этот агент может быть не только вот внутри пайплайна, вот в этом просто, ну, в руте можно сказать, да. Каждая стадия, вот этот стейч может иметь своего агента. то есть вы можете здесь сделать так вот агент и здесь какой-нибудь агент задекларировать. Соответственно, тогда те стадии, у которых агента нет, они будут на глобальном билдиться, а там, где агент переписан, как бы, тогда они будут на новом. Это я покажу, да, в более сложном примере немножко потом. То есть, соответственно, может быть несколько стадий, может быть несколько стадий, у нас просто одна. Так можно скопировать, уже две стадии, очень хорошо размножаемся. Вот. И, соответственно, пост, это тот, это, значит, пост билд, то есть, где-то несмотря на то, где там упал билд или не упал билд, то пост все равно будет выполнен. То есть, в данном случае у нас есть пост, который выполняется всегда. Также есть посты, которые выполняются, например, на success или там на failure или на, какие еще есть, unstable, abort. Вот. Ой, success неправильно написал. Ну, вот так вот. То есть, можно так. Тоже есть такая возможность. Ну, и, соответственно, для особо желающих можно писать свои функции здесь. которые используют, например, всякие тоже степы, которые есть или свои писать степы. И, соответственно, просто использовать их здесь как вызов. То есть, здесь мы его два раза выносим в GitHub Notifying делает. Ну, и, соответственно, скрипт блок, это для тех, для любителей хардкора. Здесь вы можете писать на чистом груве if, else, try, catch и так далее. То есть, скрипт может быть не только в пост, он может быть внутри степс в стадии тоже. А степсы все-таки прерываются. А, свалился, второй не пошел. Если, да, если какая-то стадия, какой-то степ, свалился в какой-то стадии, то они, он останавливается и все. И тогда он переходит в пост сразу. Больше он не выполняет ничего. А как это счастье дебагить? А в смысле его дебагить? А зачем его дебагить? Да, ошибся. Это не работает не так, как ты ожидаешь. Как вообще это подрейсить? А, не ошибаюсь. Нет, в смысле, что ты имеешь в виду ошибся? Ну, я написал вот этот хитрый дебагик, биткап не слепает. Да. Почему ты не срабатываешь? Ты хочешь понять, почему? Ну, он может по разным причинам. Если он не находит такую функцию, он скажет, что я не вижу такой функции неизвестной. Здесь, вот здесь. Хорошо, ты можешь, например, у тебя когда-то, когда ты запустил pipeline, а, вот надо зайти в build, здесь есть replay кнопка. То есть, ты запустил build, он как-то пробежал, ты не знаешь, ну, как бы все равно, упал, не упал. Есть кнопка replay. В replay, получается, он открывает, как бы тебе, не знаю, весь вот этот вот pipeline, который у тебя был, который он нашел, который был в Jenkins'е, в Jenkins' файле, плюс все эти библиотеки, которые нашел, где-то подгрузил, если внутри этого Jenkins' файла подгружались библиотеки. Ну, и ты здесь как бы можешь тоже что-нибудь подумать, поменять, снова сберезапустить. Breakpoint не поставить, правильно? А? Breakpoint не поставить. В console надо? Можно сделать эхо в console, да, как старым, добрым способом. Я по-другому, кстати, не ебажу. от тебя не ожидал. А не надо. Так, ладно. Так, про агента я рассказал. Окей, теперь есть, на самом деле, поинтереснее примерчик. так, давайте посмотрим. У нас есть example. У нас есть два pipeline'а, example, декларативный и scripted. То есть, декларативный я просто взял, откуда-то скачал, мягко говоря, а вот scripted я попытался сделать такой же, чтобы он делал то же самое, что вот этот вот декларативный. Сейчас мы пройдемся по ним вместе, параллельно. То есть, у нас есть, значит, слева у нас декларативный, справа scripted. Несмотря на то, что вот декларативный на 107 строк занимает, а scripted всего 73, мне кажется, что слева у нас получше все-таки код выглядит. Сейчас пытаюсь объяснить, почему. То есть, у нас есть уже pipeline, у нас здесь задефинирован агент, в котором видно, что есть label docker, то есть, справа это раньше дефинировалось как node docker, если, не знаю, кто-то пользовался скриптовым pipeline, знакомо все будет. Это мешает мне перейти на левую синтакс, потому что там в два раза длиннее все. Ну и что? Зато понятнее. Тут, видишь, сразу же начинается try. Потому что в итоге, вот там в конце, мы хотим сделать что-то, если build упадет. Вот здесь у нас, тут получается очень, то есть, во втором, вот это справа, очень быстро начинает увеличиваться вложенность. То есть, здесь у нас, опять же, options timestamps, мы просто, значит, добавляем timestamp. Опять же, здесь, чтобы получить timestamp, нужно было еще один добавить блок timestamps, и следующая вложенность уже опять увеличилась. Дальше пошли. У нас начинается environment. environment. Environment, кстати, может быть также для внутри стадии или не внутри стадии. То есть, что может быть? Агент, environment может внутри стадии быть, и еще пост, который был у нас там внутри pipeline, он также может быть, внутри каждой стадии может быть отдельный пост. То есть, тогда он будет запускаться также после конца стадии. то здесь мы делаем environment, то есть, две, останем две переменные. Здесь же это делалось как раньше в одну строчку, ну или не в одну строчку, и приходилось опять, еще увеличилась вложенность, опять уже with env и так далее. Тут, конечно, Docker image, опять же, тоже немножко так по-другому делался. Слушай, а как ты учишься вот это описать? Потому что не всегда легко найти вообще, как что-то делать. Это очень, это на самом деле везде, это все вот в одном месте есть. Есть вот pipeline syntax, копии линк адреса, теперь я умный, чтобы новый не открывался. Вот, и здесь все есть. Я вам как бы ничего нового не рассказываю, если кто-то из вас подготовился, то вот ему ничего нового сегодня не было. Надо было прочитать всего лишь эту страничку. Вот, она немножко длинная. Там еще три части сняли. Там еще много чего есть, но это так. Ты имеешь в виду вот это вот? Вот эти, да. Это не нужно. Еще можно. Это следующие два доклада моих. Есть pipeline syntax, там еще указывает инвариум парик, который у тебя конкретно в том, что в Jenkins есть. Ты открой, вот Jenkins, это предплайн, нет, ты можешь генерировать сниппеты, да, это можно, да. Там еще есть ссылка, и там есть ссылка, в которой описаны все перемены, которые доступны, да, это правильно. Вы хотите на них посмотреть? Я тоже так думаю. Так, хорошо, вот здесь, что хорошо, значит, по умолчанию в декларативной, я не знаю, может быть, вы меня поправите, с криптовой тоже, но в декларативной по умолчанию чекаутится тот, как его сказать, репозитарий, в котором был Jenkins файл, и этот репозитарий доступен для всего pipeline, то есть его не нужно отдельно чекаутить. Если не ошибаюсь, в кредитной pipeline его нужно было чекаутить специально каждый раз, когда вы билдите это на каком-то новом ноде там или еще где-нибудь, то есть, соответственно, в первый раз, когда вы какой-то степ делаете, перед этим нужно обязательно сделать чекаут. Соответственно, здесь даже, если мы, например, у нас за чекаутинг, он в этом, в глобальном агенте, то есть, где-то в одном, в каком-то месте, а стадию мы хотим, то есть, если у нас глобальный агент это просто какой-то node-label, а агент внутри стадии у нас Docker-контейнер, то на самом деле мы можем сделать так, чтобы он запустился на той же, в том же workspace, то есть, дадим ему reduce node равно true, и тогда он запустится в том же workspace, что запустился, где есть уже этот за чекаутенный репозитарий, то есть, нам его не нужно будет чекаутить снова. Что он создаст volume для этого комбинаера? Что он создаст? Volume. Он всегда передает, да, он всегда передает Docker-у текущий каталог, как volume, да. То есть, да, если тут, иногда тут, ну, некоторые вещи тут очень похожи, то есть, with maven, options, ну, это потому, что плагины, они более-менее одинаковые. Опять же, потом у нас, после того, как здесь mine пробежал, у нас сразу же идет archive artifacts. На самом деле, как бы, здесь не видно, что этот archive artifacts должен запуститься, ну, как бы, не нужно, не видно логии, когда этот archive artifacts должен запускаться. то есть, по идее, он, это пост-build шаг, и он должен запускаться только когда success. Ну, да, естественно, конечно, он, поэтому не обернут в try-catch, потому что, если свалится maven, то он до сюда и не дойдет. Но, как бы, до этого нужно тоже как-то дойти своим умом. Вот, потом следующая стадия, которая бежит в параллельно, то есть, несколько стадий внутри может бежать параллельно. Опять же, каждый на своем агенте. Здесь для этого тоже есть свой синтаксис, но он такой более странный, и в этом, в правом, значит, в правой версии здесь нельзя, внутри параллель не может быть отдельной еще стадии. То есть, как мы видим, что в декларативной плане внутри параллель можно еще задекларировать стадии именно как стадию, стейч, например, integration test. В скрипт этого нельзя сделать. То есть, здесь можно просто запустить какую-то лямбду, которая что-то там делает, и все. То есть, задекларировать стадию здесь нельзя. Опять же, нам придется checkout.scm делать, потому что, ну, неизвестно, где запускается. ну и в конце у нас, опять же, каждому, опять же, есть environment variables, где здесь, опять же, место, где мы используем credentials, пытаемся взять credentials и засунуть зону environment variable. Здесь мы должны, опять же, использовать какой-то странный синтакс, типа with credentials, username, password, password variable. на самом деле, вот слева гораздо более просто, более просто читаемый код, как мне кажется. Ну и конец, конец. И в конце у нас самое интересное, то есть у нас на фейл мы хотим отправить email кому-нибудь. Вот. В scripted pipeline это нужно делать тогда внутри catch-блока, то есть мы должны, если Jenkins что-то, если какой-то степп упал, значит Jenkins бросил ошибку, мы должны эту ошибку поймать, отправить email и потом снова бросить эту ошибку, потому что иначе Jenkins не узнает, что как бы build упал. Если мы не бросим ошибку снова, он будет подумать, что как бы success и все хорошо. Вот так вот. Ничего, что вам больше нравится? Ха-ха-ха-ха. Да. Все понятно. Post очень удобно. А я знаю, как работает track-catch. Если там mail-tour тоже в рейлис, он бросит exception. А что будет, если mail-tour в декларативном стиле? Он войдет опять в пост? Нет, нет, все, если он в посте что-то сбросился, то он выйдет. Это как и раньше. Если он в посте что-то, то он заканчивает. Что теперь? Теперь, а, ну естественно, вот эти вот pipeline, которые я показывал тут вот, если у вас несколько одинаковых проектов, более-менее, ну я не знаю, java-base, которые вы билдите Mavin, там, или Cradle, или еще чем-нибудь, Ruby, Rake, в смысле, то чаще всего, скорее всего, они у вас будут, более-менее, структура от этих проектов у нас будет более-менее одинаковая. Как избежать повторения кода? То есть, например, здесь у нас сразу видно, что вот эта вот функция, которая отсылает в GitHub, в GitHub, но она как-то, ну лишняя здесь, что ли, то что ее будем использовать практически, ну точно, мы будем использовать во всех проектах, и ее бы хорошо вынести в какую-нибудь библиотеку. Почему ты ее сам написал? Ее нету в GitHub? Наверное, есть, я не смотрел. Ну мне даже нужно было пример для вас придумать. вынести в отдельную, значит, в библиотеку. Что такое библиотека для вот этих, для пайплайнов? На самом деле, это отдельный репозитарий с определенной структурой. Структура очень элементарная и банальная. То есть, это просто репозитарий, в котором есть три папки. Папка src, то есть, туда кладутся обычные джава-исходники по всем правилам, типа org, там, я не знаю, apache, так далее. Если вы там что-то хотите, очень, оно нужно только, если вы что-то там хотите, ну прямо вот, ну вот это такое завернуть. Потому что, ну не знаю, я даже не пробовал разбираться, потому что мне кажется, что оно как бы слишком замучено. Есть, должна быть папка wars, вот это вот очень интересная вещь. Еще должна быть папка resources, может быть, папка resources, resources, да, вот так вот. Туда просто кладутся разные файлы, не программские, ну, в смысле, не с кодом, а просто какие-нибудь там имиджи или еще что-нибудь, я не знаю, текстовые файлы, если вы там, если вдруг что-то понадобится для тех функций, там, или для пайплайна, что если просто какой-то, сочетать какой-то файл или еще что-то. Поговорим про wars. Внутри wars, давайте мы так сделаем, описываются глобальные переменные, которые могут быть использованы внутри пайплайна, или также там описываются вот эти самые степы, типа вот функции, которые, например, в данном случае github.notify. Мы можем вынести внутрь wars. То есть для этого нужно сделать... Я подготовился, поэтому мы сделали так. Я сделал так, что чтобы не создавать еще один как бы репозиторий, вот этот репозиторий, он и будет сам для себя репозиторием с библиотекой. Там мета. Понятно, да? То есть здесь я просто добавил папочку wars, видите, внизу. И тогда теперь Jenkins файл у нас выглядит вот так вот. То есть мы качаем библиотеку из самого себя же репозитория. То есть здесь у нас название библиотеки, это название репозитория, собака и бранч. Соответственно, мы ее качаем из gith.org, URL догита и небольшие трейты. То есть мы хотим, чтобы он получил список бранчей и тегов. Но на самом деле теги, наверное, здесь сейчас не нужны, потому что мы на самом деле именно бранч качаем. Если мы здесь бы поставили какой-то там тег, то нам нужен был бы тогда вот именно тег discovery trade, чтобы он поискал по тегам. и, как видите, вот этого вот этого github.notify здесь больше нету. Так что ж такое-то? А она где? А она внутри варс. Появилась внутри варс. Теперь есть у нас файл, который называется github.notify.groovy. Вот именно так его нужно назвать. Именно github.notify. Если мы хотим использовать функцию github.notify, мы называем файл github.notify. Если бы этот файл назывался как-то по-другому, там send to github, то внутри пайплайна мы должны были опять же тогда вызывать функцию как send to github. То есть это название файла определяет название функции. И внутри этого самого файла мы на самом деле скопировали один в один вот эту функцию, только назвали ее по-другому, назвали ее call. Опять же название обязательно call. Тогда Jenkins понимает, что это именно функция, которую можно вызвать вот именно в пайплайне как есть. Сюда, кстати, можно передавать параметры и использовать их внутри. То есть, например, если мы хотим, можем... Но она... Но этой функции параметры не нужны, потому что она берет... Все, что она берет, это она берет из environment, то есть environment variable git url и environment variable git commit. Больше ей ничего не нужно. То есть, но если мы хотим, мы можем передавать параметры разные, интересные. В том числе можно передавать параметр как это в груве называется, closure. Правильно? Closure. Соответственно, тогда функция может внутри себя вызвать вот этот вот closure, и тогда у вас вообще как бы очень все страшно. Можно написать свой скрипт, да. Можно написать свой скрипт, и можете делать в нем что хотите. На самом деле, в котором нет декларативный pipeline, он там очень много чего не позволяет делать, даже переменную там не определить. Очень странно, потому что здесь можно определить переменную, как ты видишь. Здесь это как бы может быть более нормальный код, а там очень ограничено. получше. Не, на самом деле у Jenkins есть какой-то security специальный, потому что они где-то тут в груве, да, нужно скрипт, где-то нужно апрувить эти скрипты, если вы специальные скрипты какие-то делаете, что именно можно вызывать какую-то там функцию, чтобы он разрешал, но это как бы отдельный разговор на самом деле, это относится ко всем груве скриптам не обязательно, не только в pipeline или где-то еще. Так, ну я так понимаю, что теперь всем все загорелись, все нам очень понравились декларативные pipeline и все же завтра начнут переходить на них. А потом сейчас подумали, блин, у нас же столько джобов этих, я пока я от них перейду, сюда лучше, да лучше в следующем, кажется, году это сделаю. Вот, и для таких, как вы, есть специальный плагин, видите, здесь слева появилась новая как бы вот эта вот штучка, вот, convert to pipeline называется. Вот, я как бы сам особо им не пользовался, но умные люди говорят, что он конвертирует как бы обычные джобы, то есть обычные фри, как сказать, значит, фристайл проекты, которые вызывают друг друга, да, друг за другом идут, он конвертирует в один пайплайн. Небольшая проблемка в том, что он конвертирует его в скриптед пайплайн, а не в нормальный. Но на самом деле это уже хорошо, потому что гораздо проще потом отредактировать один текстовый файл, чем бегать по всем джобам и собирать их самому в один в один текстовый файл. Ты вот сейчас расскажешь, как скриптовый декларативный скрипт. А вот скриптовый декларативный пока что невозможно сконвертировать, ну, потому что там чистый груви. Ты вот как вот с... Логин вперед. Не, ну, а как ты будешь? Ты должен партить этот специальный, я не знаю, ты же можешь в этом груви скрипте написать можешь что угодно. А этот конверт, который здесь есть, он, то есть все джобы, которые у тебя есть, все, то есть ты, ну, давайте создадим какой-нибудь фристайл проект тестовый. То есть да, дадим ему что-нибудь, что-нибудь. Discardable builds, например, да, там 10 билдов, чтобы он делал там или 15, чтобы оно не отличалось особо. Гид, мы ему даем депозиторий, тестовые репозитории с кредами какими-нибудь. Мастер, мы хотим мастер, мы хотим пип. Потом мы хотим пол-сцм, чтобы был hh8. Это все так, рандомно. Timestamps хотим, build step добавим какой-нибудь execute shell, echo, echo hello. И постбилд мы добавим, например, какой-нибудь что мы хотим? mail, email нотификацию. Кому? Admin собака min.com. Вот, то есть мы создали какой-то проект, и теперь мы попробуем его конвертировать. То есть можно этот конверт, this job to pipeline можно изнутри job, как мы видим, конвертировать, можно конвертировать его отсюда, то есть тогда здесь он попросит название job'а. У тебя для этого плагин стоит какой-то? Это плагин называется convert to pipeline. Вот, то есть давайте зайдем внутри этого самого проекта, нажмем convert this to pipeline, job name optional, это название pipeline уже, который он создаст. Commit Jenkins файл нам не нужно, commit message, вот давайте конвертируем. вот теперь это у нас называется test pipeline, если мы откроем конфигурацию, то он покажет нам вот Jenkins файл, который он нам сконвертировал, то есть timestamps, nodes, стадия значит checkout, branch, как мы помним, pip, тестовый, URL где? Где URL? Ой, вот URL тест, все правильно, то есть стадия, следующая build, которая делает echo hello, следующая стадия post build actions, почему-то он так это решил сделать. Получается, если завалится предыдущая стадия, он имейл не пошлет. Получается, что он имейл не пошлет, но это уже что-то, это уже что-то, это есть откуда начать, то есть теперь вы можете дальше отредактировать то, как вы захотите, и это уже все-таки попроще будет. А если учесть, что он конвертирует как бы не одну job, а если этот job вызывает следующий и тот следующий, то он в этот pipeline засунет всю цепочку. То есть вам не нужно будет самим ходить вот так вот конвертировать, а у вас будет все в одном месте и вы это уже сами логично, логику потом обновите. Так, ну я думаю, я думаю, на самом деле это все у меня. Были еще вопросы, которые были заданы на регистрации отдельно. То есть у вас поэтому есть какие-то вопросы? То, что я показал сейчас. Может быть, реальное применение у ресурсов? То есть вы рассказывали про папку ресурсов? Папку ресурсов? Честно, я не знаю. Если, ну я не знаю, вот если какой-нибудь имидж показать, может быть, или отправить, или еще что-нибудь. есть CSS какой-нибудь, да, может быть, без понятия. Картинку Mailzl положить? Ну да, именно. Как бы это просто... Это не воспримется. Это ваша фантазия должна работать. Это не обязательно же это использовать. Я, например, это не использую ни разу. Можно сделать или нет теста? Внутри чего? Для пайплайна? На самом деле они пишут сейчас валидатор какой-то. И по идее... А, по идее сейчас уже можно валидировать, да. Но это только валидация. То есть, я так понимаю, парсер типа говорит просто хороший пайплайн или нехороший. А так, наверное... Dry run-ов нету. Dry run-ов нету. Пока еще. Но на самом деле для декларативных гораздо проще их сделать, чем для скриптов. Они туда идут. Направление зада, наверное, я бы так сказал. А можно... что-то неудивно. Я бы так сказал, что это неудивно. И это неудивно. Я бы так сказал, что неудивно. Продолжение следует...